Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, и в нашей студии гости. Я хочу их представить. Первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия Михаил Присяжный. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана, радиослушатели наши. Здравствуйте. Директор якутского коммунально-строительного техникума Светлана Калинина. Светлана Валерьевна, добрый день. Добрый день, Светлана, добрый день, слушатели. Руководитель отдела лицензирования Департамента по контролю и надзору по Республике Саха-Якутия Иванов Семен Викторович. Семен Викторович, здравствуйте. Огромное спасибо, что вы нашли время сегодня прийти в нашу студию. Я всегда благодарю гостей, потому что вы приходите, когда в вашей жизни все бурлится и много событий. С 27 сентября в Республике стартовала педагогическая декада, и все это для вас хлопотно. Особенно в эти дни. Особенно в эти дни, и тем не менее вы в нашей студии. Спасибо. И в этой декаде множество мероприятий. Ключевым является 14-й съезд учителей и педагогической общественности нашей Республики. Также 2 октября пройдут мероприятия ко дню среднего профессионального образования. И 4 октября это пройдет. И 4 октября начнется работа выставки образования «Открытое в будущее». Такие серьезные масштабные мероприятия. И, наверное, первый мой вопрос я хочу адресовать Михаилу Юрьевичу. Чтобы вы рассказали, что такое вообще педагогическая декада, какая ее основная цель, и что это привнесет для наших преподавателей, для преподавателей, для учителей что-то новое, или как-то изменит взгляды на что-то. Расскажите. Да, ну, в целом, конечно, конец сентября, начало октября это всегда очень важные дни для тех, кто работает в разных уровнях образования. Поэтому мы, готовясь к 14-му съезду нашей республики, мы объединили на самом деле в педагогической декаде несколько важных мероприятий. Во-первых, 27 сентября. 27 сентября это Всероссийский день работников дошкольного образования. Ну, просто у нас в республике это еще и день государственности. В этот юбилейный для республики год, 27 сентября 2022 года, конечно, наверное, больше внимания было уделено республике, государственности. Но эту государственность ее строят в том числе и те люди, которые работают в детских садах в доп. образовании. Поэтому мы эту дату объединили. Действительно, 2 октября тоже дата, к которой мы привыкли, системы среднего профессионального образования. Но в этом году президент страны летом ее определил уже государственный статус и придан. То есть это день среднего профессионального образования. Ну и 5 октября, вы не упомянули, это Международный день учителя. Это самый важный праздник, этап, через который проходят все люди. И в течение жизни это очень нам помогает. Все это вместе с другими мероприятиями у нас формирует педагогическую декаду, которая помогает всему педагогическому сообществу, людям, работодателям, детям попробовать посмотреть в будущее. Потому что действительно и называется съезд таким образом, и ключевая идея 14-го съезда – это открытое образование, пространство возможностей. Потому что действительно педагоги, учителя выходят. И образование, оно выходит за стены школы и университета. И, по сути, как сейчас принято говорить, развивается образовательная экосистема. То есть, по сути, образование происходит все время. И дома, и когда люди пользуются гаджетами, смотрят что-то в интернете, общаются между собой. Это все единая площадка. Поэтому, конечно, у нас и то, что вы сказали, и выставки, конечно, современное столичное образование отдельное тоже приготовили для делегатов. И, конечно, встречи будут и с главами муниципальных образований. Отдельная встреча министра образования науки Ирины Павловны Любимовой. Потому что мы с муниципалитетами помогаем сделать образование лучше в каждом населенном пункте республики. Тогда эта декада нужна для того, чтобы обменяться опытом и что-то новое? Ну, да, но здесь же получается, что мы с вами смотрим новые модели содержания и формы образования. Потому что есть хорошие практики на уровне дошкольного образования, до среднего общего образования. Тех, кто работает в старших классах, в профильной школе. Тех, кто работает в среднепрофессиональном образовании. Естественно, это та площадка, которая дает возможность взять что-то лучшее. Педагоги между собой общаются. Ну и плюс, конечно, мы не забываем, что съезд всегда, ну и вообще любые из тех праздников основных крупных, которые я назвал, это связь поколений, общение с нашими ветеранами. Поэтому на всех мероприятиях мы будем рады видеть ветеранов, их советы, их наставничество. Потому что мы видим с вами, что в образовании сейчас вновь очень востребована воспитательная роль образования. А воспитательная роль, доверие, это к людям старшего возраста. Такие традиции, да, у большинства стран мира, народов мира, у нас тоже. Поэтому, конечно, мы понимаем, что и на нас влияет, и на молодых учителей оказывает влияние педагоги. И они могут сказать что-то нам полезное. Главное событие этой декады, конечно, съезд. Главное событие – это съезд. И он уже есть сайт, съезд учителей14.ru. Вот пользуясь случаем, мы поздравляем наших коллег, призываем его открыть, посмотреть. Потому что, как сказал Михаил Ильич, мероприятий очень много. Очень много, начиная со дня дошкольника, сегодня прямо идут лето, здоровье. Ну, вчера был такой первый форум, значит, Саха-отдых, отдых Саха, все, что посвящено организации летнего отдыха, оздоровление детей. Потому что мы уже планируем следующий год, готовимся к этому. Новостная лента сайта мини-сервиса прямо пестивить не успевает, даже там задержаться. Поэтому надо заходить каждый день, смотреть нашим коллегам, учителям, воспитателям. Чтобы присоединиться ко всем мероприятиям. Чтобы присоединиться ко всем мероприятиям и успеть присоединиться, потому что все мелькает, идет очень быстро. Поэтому вот я еще раз повторю, СС, прямо по-русски набрать, СС учителей14.ru. Там выйдет прямо сайт, и там весь певчинь мероприятий. Очень большой певчинь. Можно зарегистрироваться, и можно успеть записаться на очень хорошие семинары, курсы, и очень много подчеркнуть нового. Бесплатные. Абсолютно. Очень много гостей российских приезжает. И могут эти курсы пройти и онлайн, и те, кто в районах республики находятся. Конечно, конечно. Потому что все, конечно, не смогут выехать сюда. А съезд мы готовили три года в Намском Пит-колледже. В свое время была целая форсайт-сессия. Пожалуйста, чуть-чуть попрежно к микрофону. Режиссер говорит, мне очень хорошо слышно. Три года назад готовились к этому съезду заранее. Определяли точки. Как раз вот о том, что говорил Михаил Юрьевич. Это звучало. Это именно воспитание. Это оздоровление детей, летний отдых. И вообще подготовились. Видимо, мы очень хорошо тогда уже поставили основные точки вехи. И они сейчас вот реализованы и реализуются. И, кстати, на сайте есть главный документ, который должен быть принят. Это концепция развития образования до 2030 года. Он уже в общей доступности. Поэтому можно с ним ознакомиться. И уже вносить свои предложения, замечания. Поэтому он затрагивает все слои населения. Тут есть школа, медицина, среднее правообразование. Обсуждается ли на педагогических декадах критика в сторону образования? Ведь сейчас очень многие считают, что дети практически не знают. В ТикТоке вот эти вот крутятся, когда там вопросы какие-то проводят. И дети, и школьники не могут ответить на какие-то элементарные вопросы. И вот нарекания в сторону педагогов и вообще в сторону того, как сейчас преподаются предметы. Что-то очень поверхностное. И если это тестирование, то ребенок, может быть, даже и не вникает. Вот такие моменты вы обсуждаете? Ну, вообще, надо сказать, что учителя, ведь это та категория жителей нашей планеты Земля, которая, наверное, самокритикой занимается в большей степени. Потому что каждый учитель, несмотря на наличие стажа, самого разного стажа, когда ты идешь на урок, очередной урок, ты же все прокручиваешь в голове, ты думаешь, что было сделано, ты анализируешь, ты пытаешься подстроиться под детей, дети меняются. Несколько лет тому назад, мы помним, мы говорили о появлении такого, значит, явления, как клиповое мышление, да? А сейчас ТикТок пошел. ТикТок – это, по сути, там чуть ли высший пилотаж этого клипового мышления. И, соответственно, меняются технологии обучения. Все же остается очень важным, чтобы мы научили ребенка получать знания в эту сторону. Потому что просто воспроизведение фактов, навязывание ребенку, да, за запоминание чего-то, мы видим, это очень важное явление. Но мы должны, прежде всего, научить, как правильно анализировать материал, структурировать материал, свое время выстраивать, чтобы оно полезно проходило. Поэтому, конечно, это обсуждается. И потом у нас ведь в качестве тех, кто приезжает на площадки нашего съезда, вот в частности, это блок среднего профессионального образования, у нас даже в делегациях от колледжей наших, техникумов республики, которые из 25 районов республики приедут, у нас в качестве делегатов там по два человека студента есть. А студенты, значительная часть – это ребята после девятого класса, это те, кто вот сейчас, они больше всего знают, что им нужно. А что им нужно? Сейчас действительно другие дети. Нет, им нужно, как и в любом предыдущем поколении. Им же хочется, чтобы в школе было интересно. Ведь, заметьте, с каким энтузиазмом ребята и ребята, дети, да, и семьи, ну, семьи были в восторге, родители и педагоги, мы вернулись с вами после пандемии в очный формат. Общение нужно, общение. Поэтому, конечно, общение, потому что оно позволяет реализовывать себя и прежде всего, значит, знакомиться с новыми людьми, с новыми педагогами. Но есть и такой слой населения, дети, которые не хотят по-прежнему идти в школу. И тем более сейчас, когда есть вот гаджеты, да, есть возможность выйти в интернет и там пообщаться. Они, наоборот, хотят сидеть дома. Такие дети тоже есть, и их прибавляется год от года. Ну, они всегда такие дети были. Я вот буквально на днях провел встречу с центром, который у нас занимается, организацией единого государственного экзамена, ОИОГ, да, после девятого класса. Вот только что завершился дополнительный этап. И мы вот с департаментом по контролю надзора и с департаментом профессионального образования, целевой подготовки, я поставлю вопрос в динамике. Как много ли ребят, которые окончили девятый класс, но не смогли сдать экзамены, не смогли сдать ОГЭ. Ну, цифра, она сильно не меняется, но мы озабочены, да, ситуацией в ряде районов республики. Вот эти-то ребята, да, они могут отвлекаться, да, они могут для себя выбрать какую-то модель, но есть для этого экстернат, они должны, значит, проявлять знания, ведь речь идет об оценке знаний. А когда ты отвлекаешься, планируешь свое время, ты считаешь, что такой путь для твоего самообразования наиболее оптимален, но при этом ты не достигаешь результата, проигрывает не только этот ребенок, проигрывает все общество. То есть понятно, что это тоже будет обсуждаться на площадке съезда. И в этом году еще очень много нововведений. На слуху вот о разговорах важных классные часы, поднятие флага, исполнение гимна. На самом-то деле у нас, например, с пятого класса меняется сам стандарт образования, вводится очень много нововведений, они учатся уже по новым образовательным программам, поэтому школа, она меняется по запросам общества времени. Мы продолжим, перебью вас сейчас после короткой рекламы, две минуты, и мы вернемся в студию. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии представителей образования в нашем регионе. И мы продолжаем говорить о том, какие мероприятия будут проходить в рамках педагогической декады. 2 октября – это ближайшие мероприятия, день среднего и профессионального образования, ближайший день, вернее, когда пройдут мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о них. Да, ну, конечно, в этом году, как было уже сказано, президент страны Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил этот день, день среднего профессионального образования. Вчера, наверное, многие видели, в СМИ информация прозвучала, председатель правительства Российской Федерации Мишустин поздравил с этим днем. И вместе с министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым было отмечено, что 600 тысяч выпускников девятых классов в этом году пришли в колледжи и техникумы страны, что превысило то количество детей, которые пошли после девятого класса в десятый. Поэтому понятно, что детей туда уходит больше, больше и, соответственно, внимания больше нам нужно сейчас уделять. Мы в республике готовы встретить этот праздник. Действительно, у нас много радостных вещей, с которыми мы будем готовы поделиться. 2 октября целый день мы продумали. У нас первая половина дня будет так называемый праздничный марафон. Мы решили подключить все наши учреждения профессионального образования республики. Это будет марафон реальный, с флагами, с общением, со встречами с ветеранами. Мы подключаем и Сунтары, и Нюрбу, и Верхневилюйский, и Вилюйский, и Мирный, и Ленск. Я могу долго перечислять. Мы попытаемся все-таки показать, чем сейчас живет среднепрофессиональное образование. Ну и на базе культурного центра Северо-Восточного федерального университета 2 октября, в воскресенье, после обеда, будет встреча, где мы будем подводить некие промежуточные итоги. Значит, вот такой пригласительный выглядит вот так. И вот здесь вот на столе тоже я разложил, действительно, приглашение. Мы проведем первый республиканский профессиональный конкурс профи-СПО, который связан с этим днем. Будет у нас выявляться лучшая профессиональная образовательная организация. Мы еще все равно попросим показать вот на столе. Да, можно, да. Лучшая профессиональная образовательная организация, лучший профессиональный образовательный кластер, лучший мастер, лучший наставник, лучший эксперт. И мы будем рады, мы ждем тех ребят, которые совсем недавно были на очередном национальном чемпионате в Мордовии, возвращаются с медалями, с медальонами по своим направлениям. Эти ребята, как раз их медали прибудут. Мы ожидаем, что завтра в преддверии этого праздника. Ну и будет встреча с ветеранами. Здесь вот тоже я расположил, мы будем презентовать две книги. Верность, преданность, призвание. Это встреча с ветеранами, потому что, несмотря на то, что президент страны в этом году установил праздник, но вообще 2 октября 1940 года было принято решение о создании профтехучилищ в нашей стране. И это сыграло очень большую роль в развитии целого ряда отраслей. Ну и здесь же мы 2 октября также будем делиться материалами. Мы это назвали «Открывая горизонты». Это наша традиция. 15 лет существует очень хорошая практика у нас в республике. Это форум, научный форум молодежи «Шаг в будущую профессию», где ребята, которые получают рабочие специальности, они получают профессию рабочей специальности, обучаются в колледжах. Они имеют возможность общаться с учеными самого высокого уровня, которые помогают им разобраться в особенностях тех процессов и явлений, механизмов, которые они будут использовать в своей профессиональной деятельности. Ну и мы также, конечно, в рамках 2 октября, ну вот после 2 октября, но в рамках съезда мероприятий 6 октября будет организован автотур по мастерским профессиональным образовательным организациям. Вот 6 число, после обеда, сбор город Якутск-Ленина-3, 7 маршрутов, 7 автобусов отправятся по маршрутам. И там будут не только колледжи и техникумы. В маршрут половина дня, то есть с 14 до 18 часов 6 октября, будет возможность посетить 3 типа учреждений. Это будет колледж, либо техникум, это будет школа, это будет детский сад. Соответственно, есть возможность посмотреть, какие изменения проходят на каждом из уровней. В уровне, потому что реализуются проекты региональные, реализуется федеральный проект, национальный проект образования и целый ряд федеральных проектов. И, конечно, идут очень большие изменения. Это чтобы по обмену опытом? Здесь не то, что по обмену опытом. Здесь даже то, как можно, используя инструменты и сущности, как выражается, оборудование, обучение, которое мы получаем при реализации национального проекта образования, как наиболее эффективно это использовать, как это должно отразиться на наших детях. Ну и вот, например, если, опять же, спасибо большое по поводу СПО, мы затронули вопрос. Например, в сфере СПО это создание мастерских. Самые современные мастерские, то есть то оборудование, которое находится в действующих предприятиях на производстве, в самых разных сферах, не только промышленность, транспорт, связь, но и, например, сфера образования. В этом году, например, у нас мастерские созданы в Намском педагогическом колледже и по дошколке, и по тому, по подготовке учителей физической культуры, и по другим направлениям. Вот этих мастерских у нас уже создано 55 за последние три года. И вот, кстати говоря, Светлана Валерьевна у нас в числе тех, кто на следующий год готовится. В этом году мы открыли 12 мастерских. Это у нас Чуропчинский аграрно-технический колледж, то есть Алданский техникум, Намский педколледж, который я упомянул, транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, и здесь в Якутске колледж технологии дизайна. На следующий год 15 мастерских. Это и Черский, это и Алдам, это и Нерюнгри, это и Хандыга, и это у нас коммунальный строительный техникум в Якутске. Может быть, тогда и перейдем к Светлане Валерьевне. Расскажите, пожалуйста, о том, какие специализации в вашем техникуме и какие из них наиболее востребованы. Ну и, может быть, несколько слов о том, насколько, по-вашему, сегодня популярно среднее профессиональное образование. Ну, немножко скажу о том, что техникум одной из старейших образовательных учреждений Республики. У нас в 25-м году ожидается 95-летний юбилей, но, несмотря на то, что мы такие старые, мы оказались очень мобильными, благодаря вот как раз политике изменений образования через всю жизнь. Новые технологии, внедрение новых технологий, внедрение новых технологий образовательных, педагогических. Все это поменяло систему образования не только школы, но и среднего профессионального образования. Здесь сразу я перебью, добавлю, просто я помню, что мы, наверное, года 4 тому назад были удивлены. Вот коммунально-строительный техникум у нас был первым нашим учреждением в системе профобразования, когда у нас появились люди в возрасте 58-62, которые хотели получить новую специальность. Например, сантехника, сантехнические работы. И это очень важно, и вот Светлана Валерьевна права, именно образование через всю жизнь. Поэтому система профессионального образования поменялась просто кардинально. И видя, что есть желание, видя, что есть возможности, ресурсы, которые человеческие готовы пройти вперед, не отставать от жизни, от изменений. Ну, общество само сейчас очень серьезно меняется. Мы все знаем, естественно, как мы говорим, дети, мышление меняется. Соответственно, мы тоже должны. Мы должны следовать и идти вперед на шаг. Ну, мы стараемся. И в 2019 году мы прошли первую репетицию. Мы выиграли грант на развитие мастерских, модернизацию по Дальневосточному федеральному округу. Это был такой пробный. И мы фактически три мастерских новых создали. И две мастерских модернизировали полностью в соответствии со стандартами WorldSkills Россия. Какие мастерские? Это у нас мастерские сухое строительство, штукатурные работы, малярные, декоративные работы. Создали новые мастерские по геодезии, сантехника и отопление. Причем хочу сказать, что сантехника и отопление была некоторое время одна из лучших в Российской Федерации. То есть аналогов не было. То есть мы полностью создали уникальную лабораторию, которая работала на всех новых материалах, вплоть до управления котельными Wi-Fi. До сих пор к нам приходят слушатели в нацпроектах, демография. То есть вот то, что Михаил Юрьевич подчеркивал, 50+, и старше, незанятое население. И с удовольствием заканчивают. Их не выгонишь просто из мастерской. И потом специалисты в нашем городе остаются. Просто у нас так плачевно все с канализацией. В нашем городе понятно, что у нас кематические условия. Да, это, конечно, комплексная болезнь. И мы вот сейчас как раз в свое время вступили в проект «Местные кадры в промышленности». Это наш региональный проект, в рамках которого мы нацелены и занимаемся обучением незанятых граждан. Наши выпускники помогаем им с профориентацией. То есть во время учебы мы продолжаем вести профориентационную работу. Да и потом коммунально-страктный техникум, они, конечно, работают же на всю республику, на регион. То есть все, что происходит в части создания условий в сельской местности в результате газификации, в результате, как мы говорим, удобства, все это делает как раз, обучает коммунально-строительную техникум. И эти специалисты, они разъезжаются по всей республике. Ну вот можно я отвечу на вопрос как раз по специальностям, по которым мы обучаем. Это и профессии рабочие, это и техники. Причем сферы именно жилищно-коммунального хозяйства. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование зданий и сооружений. Монтаж, эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. Мастера разного уровня. Мастер сухого строительства, мастер общестроительных работ. То есть это мастера, которые получают по две компетенции. Рабочий каменщик, допустим, и штукатур. И каждая профессия, у нас уже 31 группа, свыше 600 студентов. Мы растем, развиваемся. Потребность очень высокая у республики. Потому что объемы строительства не снижаются и планируются к росту. Мы очень плотно взаимодействуем с Союзом строителей Якутии. У нас создан строительный, профессионально-образовательный кластер. Вот в рамках мероприятий, которые представил Михаил Юрьевич, мы тоже на своих уровнях, в своих образовательных учреждениях чествуем ветеранов. И Айхал Иванович подчеркнул, что объемы строительства падать не планируют. Наоборот, они планируются к увеличению. И потребность наших специалистов, которые готовят республику... Потребность большая, потому что какой ЖИО ни возьми, там всегда не хватает таких специалистов. Ну и результат мы видим, тем более сейчас сезон, зима, и все мы с опасением ждем сильных морозов. Не надо ждать с опасением. Наши студенты, несмотря на то, что они обучаются, они еще и подрабатывать успевают. Потому что также мы обеспечиваем заочную форму обучения. То есть мы обучаем по двум формам обучения. Очное и заочное. Кроме того, наши студенты имеют возможность учиться по новым технологиям. Индивидуальные графики, дистанционная часть образовательного процесса удаленно происходит. Но практическое, самое важное, мы работаем с работодателями. В эти годы, последние годы работодатели очень активно с нами взаимодействуют. И если раньше мы очень тяжело находили общий язык, то теперь мы с удовольствием организовываем и реализовываем сетевые формы взаимодействия при организации обучения. То есть на реальном строительном объекте студенты обучаются строительству, монтажным работам, рабочие профессии получают. Это у нас уже становится хорошей традицией и нормой практики. Но здесь без практики же никак, как можно работать внутри, посмотреть. Тем более такое, надо все потрогать. Да, ну и, конечно, опасения родителей, что вот ребенок поедет, например, в какой-то район, как он там будет. Но работодатели в этом плане строительной компании, они молодцы. Они полностью поддерживают, обеспечивают проживание, спецодежда, зачастую и питание. Здесь вот, потому что требования стандартов государственных, федеральных государствах, это важно. Мы их, конечно, стараемся выполнять и уже выполняем совместно. Мы сейчас на рекламу уйдем и продолжим через время. Дорогие друзья, продолжаем тему педагогической декады. И перед рекламой, Светлана Валерьевна, вы говорили о том, как важно студентам получить опыт, получить практику. Я вас прервала, пожалуйста, закончите. Ну и, конечно же, кроме того, что работодатели идут очень активно с нами на сотрудничество, самым важным сердцем любого техникума, любого колледжа – это мастерские. Мастерские без них никуда, и там самые первые навыки даются именно в мастерских. Поэтому мастерские должны соответствовать самым жестким, самым высоким стандартам. И вот в рамках этого мы постоянно принимаем участие в конкурсах на получение грантов. Гранты на модернизацию мастерских и их создание. Вот в данной ситуации мы победили, отбор прошли. И в 23-м году, 1-го сентября, мы представим, откроем и представим населению города Якутской Республики мастерские по информационным технологиям БИМ-моделирования и плотничное дело. Это две мастерские, которые будут созданы на средства гранта, которые мы очень большим таким трудом, большим объемом работ выполненным, реконструкции сейчас ведутся в здании техникума, чтобы ребята практически навыки получали очень высокого уровня. То, что вот такие профессии важны и нужны, я, конечно, в этом не сомневалась, но я вот удивлена, что они востребованы на сегодня, дай бог, чтобы специалистов таких было больше. – Михаил Юрьевич, какие еще практические мероприятия проводятся для того, чтобы студенты работу щупали, свою будущую специальность, специализацию щупали изнутри? – Да, ну, действительно, кроме того, что мы создаем мастерские, то есть мы их должны до 1 сентября 2024 года, 85 самых современных мастерских будет созданы практически за 5 лет, за короткий период, где на самом деле не только оборудование, не только ремонт, там ведь значительную часть – это подготовка преподавателей, это профессиональная переподготовка, повышение квалификации, это разработка новых образовательных программ, в которых принимают участие работодатели, предприятия, организации. Ну и вот значимым событием, наверное, очень важным в этом году о том, что с 1 сентября 2022 года вступили в силу новые федеральные государственные образовательные стандарты по большинству специальностей среднего профессионального образования. При этом не во всех, но в абсолютном большинстве в качестве обязательного элемента теперь становится демонстрационный экзамен. Что такое демонстрационный экзамен? Это сдача практических навыков. Это, соответственно, проходит период выпуска, при этом больше половины тех, кто оценивает результаты, являются сторонние эксперты, также прошедшие официальную регистрацию, официальное обучение, которые непосредственно с производства приходят. Соответственно, это очень важно, связь с производством, вот она здесь появляется. Ну и, конечно, наряду с созданием мастерских, также в этом году новый проект федеральный, это новый уровень образования. У нас появился, мы еще его будем как раз обсуждать на площадках съезда. Это пока еще не все знают об этом, даже специалисты сферы образования. Это профессионалитет. Здесь это кластер, по сути, это образовательно-профессиональный кластер, который вместе с работодателем, образовательная организация, и даже не одна, а несколько, они создают новую образовательную программу. С изменением сроков обучения, с выводом большей части подготовки кадров на практическую часть. Ну и у нас мы рады, что в этом году впервые в стране 70 таких кластеров создаются. Мы тоже прошли большой конкурс «Республика», и мы создаем кластер на базе сельскохозяйственного техникума в Якутске здесь. Андрей Петрович постоянно, Самсонов на связи, мы эти моменты решаем. Там наряду с тем, что по гранту было получено 100 миллионов рублей, также значительный вклад мы благодарим за поддержку председателя правительства нашей республики, Андрея Владимировича Тарасенко, потому что создается такой учебно-выставочный центр в этом кластере. Ну и мы прошли уже отбор на 23-й год. Также 100 миллионов рублей из федерального бюджета у нас будет для очень крупного нашего учреждения Южно-Якутский технологический колледж в Нерингре. Ну и, кстати говоря, вот то, что у нас в рамках съезда и выставка идет, это же тоже практические навыки. Все то, что необходимо коллегам, преподавателям, прежде всего, опробовать на самих себе, потом уже заходить в классы. Вот как раз на выставке. Как раз, да, о 4 октября. Вот то, что рассказали коллеги, на следующей неделе, 4-го, 5-го, 6-го октября будет выставка. У нас это в историческом парке «Арсия. Моя история» на улице Уткина, 5, куда мы всех вас приглашаем. 4-го это день для делегатов съезда будет, а 5-го, 6-го октября для всего населения. И там как раз два зала у нас, как раз под таким, то, что рассказали коллеги, сегодня профобразование, профессионалитет, современные мастерские, целый стенд посвящен, где они оборудование смогут посмотреть. Стенд – это у нас экран мультимедийный и тач-панель. И также будут новые проекты, которые только разрабатываются. Это «Суперкампус» там будет представлен и «Парк будущих поколений». Тоже новое, тоже в проекте пока идет, но в стадии строительства все мы видим рядом с Мусхая. Там вот смогут посмотреть, что это будет. И также на выставке будут всего 7 залов. Это начиная от инфраструктуры, новых школ, новых садиков, новых мастерских. Один зал, как сказали, сегодня профессиональному образованию посвящен. Далее общее образование. Будет зал для внеурочной деятельности дополнительного образования. Далее мы попадем в зал «Здоровое поколение». Посмотрим, какие есть технологии оздоровливающие. Современные, посмотрите. И идем в зал. Далее идет зал патриотического воспитания. Вот какие есть новые направления в этом. И потом завершает выставку. Два зала – это Академия наук и оптический научный исследовательский центр. Поэтому в рамках одной выставки в 7 маленьких залах, конечно, объять всевозможные системы образования нельзя. Но основные направления мы взяли, потому что какие эти основные, они были в указе главы республики от 2018 года, основные направления развития системы образования. И кое-что проделано, сделано, можно уже отчитаться, показать людям, что у нас получилось. И уже современные направления, которые у нас будут до 2030 года. Поэтому всех приглашаем, приходите, смотрите, ознакомьтесь. Как раз в лектории этого музея для старшеклассников будут очень хорошие профориентационные части, где они даже смогут примерить. Есть у них такая очень хорошая примерка будущих профессий. пройти на месте тест, заполнить и сразу же посмотреть в себя, в какой сфере ты можешь получить профессию. Для учащихся старшекласса очень хорошая возможность будет. Ну и анонсом то же самое «Билет. Будущее» есть проект. Он начнется в лектории, и 19 октября в музее тоже стартует свой федеральный проект, у них тоже есть. Поэтому будет очень интересно. Переходите в музей, а все моя история. Тогда, Семен Викторович, это мероприятие будет интересно в основном старшеклассникам и тем детям, которые уже задумываются о том, куда пойти учиться. Да, старшеклассникам, которые выбирают. Как раз вот мы сказали, что очень растет процент заинтересованной среднепрофессиональной утверждения, специальности, как и традиционные, так и новые, которые идут. И также первый день, вот как сказал, будет очень интересен делегатам, потому что там будет все руководство министерства, руководство под ведомством. Мы в 13-й СЕС в большом зале «Триумф» делали выставку по всем районам. Каждый район приехал и показал, что у него есть. Мы в этот раз отошли от этого и показали то направление, которое министерство реализует по этому указу. Поэтому не районы будут, а, соответственно, под ведомственное министерство и по направлениям работы. Вот здоровое поколение, патриотическое воспитание, общее образование, северное профобразование. Поэтому нашим делегатам СЕС, которые приедут, это будут руководители школ, учителя, лидеры, начальник управления, специалисты. Им будет очень интересно на месте получить консультации, вестивидеться с руководителями этих утверждений. А пятое, шестое, это уже для населения, для наших учителей, родителей, всех заинтересованных сторон, кто вокруг школы, вокруг колледжей. Ну, родители, наверное, могут быть инициаторами похода на такое мероприятие, да, что ребёнка как-то... Да, надо вести, оторвать интернета от ТикТока и туда вести. Надо, надо. А как вы относитесь к такому явлению, что когда после девятого класса ребёнок говорит, я больше не хочу идти в школу, я хочу вот пойти в среднепрофессиональное... Образование. Да, получить образование такое, просто потому что я не хочу идти дальше в школу. Зачем я буду там терять два года, я не хочу туда ходить, я лучше получу профессию? Вот когда такие настроения, как... Я считаю, что это очень хорошо на самом деле, потому что да, в своё время, ещё на заре, так скажем, в Советском Союзе было так, что человек, который получил рабочую профессию, пошёл на предприятие, пошёл на заочную форму обучения, эти кадры ценились больше всего. И сейчас ребята начали понимать, что рабочая профессия – это тот участок, та стена, на которую можно опереться. То есть когда вы получаете рабочую профессию, она всегда вас спасёт. Мы можем учиться шесть лет в университете, но нам нужно будет себя кормить родителям, помогать ситуации в жизни разные. А это именно та опора, на которую можно опереться, с помощью которой можно работать. И вот как Михаил Юрьевич сказал, шаг в будущую профессию, наши ребята, наши студенты познакомились с удивительным человеком Андреем Матвеевым, это кандидат физико-технических наук, нет? Доктор. Доктор. Доктор технических наук, академик Академии наук Республики Соколицы. И они были просто в восторге, когда он пришёл на встречу и сказал, ребят, я первую рабочую профессию получил каменщик. И если бы я её не имел, я бы не знал, может быть, и не стал бы доктором. Да, и вот я здесь добавлю, действительно, Андрей Никитич Матвеев, да, и можно вспомнить Юрия Алексеевича Гагарина. Зачем далеко ходить? Можно вспомнить Сергея Павловича Королёва, которые также пошли после восьмого класса, да, там ушли они, ушли в техникумы, училища и стали серьёзными специалистами. Потом те ребята, которые после девятого класса уходят в колледжи и техникумы, они ведь получают весь общеобразовательный цикл подготовки. Все те же предметы, которые бы они изучали и в десятом, и одиннадцатом классе в школе, но плюс к этому они ещё и получают рабочую профессию. Именно поэтому вот акцент, наверное, президент страны сделал на втором октябре. Я вот призываю не просто как вот на выставку прийти и посмотреть, а призываю реально принять участие в этом году в праздновании Дня среднего профессионального образования в ближайшее воскресенье 2 октября 2022 года. И всех ветеранов, и всех просто интересующихся действительно с родителями, с детьми, приедите на любую площадку в любом районе нашей республики. Спасибо большое всем за внимание и всем хорошим.